Так, тадам, двигаемся дальше. Значит, дальше у нас про Spring. Да, тут, наверное, так просто я уже не отделаюсь, без запускания всех этих интересных штучек. Так, про сервале это кто-нибудь еще что-то помнит? Кто они такие? Как создаются? Откуда берутся? Ну да, по сути, это просто Java-класс, который предоставлен, ну, типа, обертку над хендлерами. Да, то есть, если мы там... Предоставляет этот интерфейс с HTTP, по сути. Да, по-моему, этот чувак нам подойдет. Помните, мы там где-то в маме, когда создавали веб-проект, помните такой, который собирался в Warp файл, который мы там потом деплоили на сервер. Было дело? Да-да. Вот, собственно, это такой каноничный способ создания веб-положений в Java. И, собственно, есть задача, как со всем этим подружить Spring. Потому что, конечно, Undertow это прекрасно, но в большинстве Java используются сервлеты, как единый стандарт работы, и большинство всех этих высококровневых java-фреймворков работает все-таки поверх сервлетов, поэтому Spring нужно уметь дружить с сервлетами. Значит, как, собственно, ему дружить с сервлетами? В фреймворках, конечно, внутри, думали. Да, в Java-мире куча фреймворков, куча базвордов, и, в общем, привыкайте к этому. Значит, у любого сервлета, и, собственно, даже не то, чтобы у сервлета, а у любого веб-приложения, которое используется сервлетами и деплоивается на какой-то сервер, есть такое понятие, как сервлет-контекст. Значит, его можно получить методом вызова getServletContext. В сервлете есть просто такой метод. Вот. Значит, сервлет-контекст, по сути дела, это что-то очень похожее на спринговский контекст, только гораздо более глупое и менее прикольное. Вот. Это специальный такой объект, в котором можно хранить атрибуты, getAttribute и putAttribute, по-моему. Нет. Значит, сет атрибут. Значит, сет атрибут. Вот. Сет атрибут. То есть в него можно класть какие-то объекты. И эти объекты будут общими для всего вашего приложения. То есть это такой некий троеглобальный контекст. Очень похож на спринговский, но с той лишь разницей, что они тут не используют аннотации, они тут не особо-то типизированы, их каждый раз нужно вытаскивать ручками, каждый раз приводить к нужному типу. Как вы понимаете, это геморрой. Автоваринга тоже никакого тут нету, но идея в целом такая. Значит, что делает спринг? Спринг просто встраивается как один из атрибутов вот этого сервлета контекста. Если вы в web.xml положите такой специальный объект, как контекст-loader-листинер, он, соответственно, в момент загрузки вашего приложения в web вызовет вот этот самый листинер, который в этот контекст, вот в этот контекст, сервлет-контекст, положит аппликейшн-контекст спринга. аппликейшн-контекст спринга, который вы потом сможете вытаскивать по помощи вот такой вот хитрой конструкции. Вот. Значит, то есть, если вы сделали вот этот самый листинер, то есть, если бы вы его в web.xml добавили, да, есть у нас в web.xml, значит, вот если вы здесь добавите этого самого листинера, значит, это будет означать, что при загрузке вот этого самого приложения, у вас создастся автоматический аппликейшн-контекст, который будет соответствовать файлику аппликейшн-контекст.xml, которого у нас нету, но мы можем сделать. Что так плохо? Ну, там, fspring-фраммворк. Что делать? Вот, значит, возьмет какой-то аппликейшн-контекст, и, соответственно, при создании вашего сервера добавит вам, то есть, создать спрейм-контекст на основе вот этого, в данный момент, пустого конфига, ну и, соответственно, здесь вы можете к нему обратиться. Значит, если я там что-то сделал, я туда брал, клал в строку вот этот контекст. Положил в строку вот этот контекст, и потом где-то из какого-то сервераулета я его вытаскивал в эту строку, соответственно, чтобы вытащить строку, вам нужно сделать страшные вещи. Вам нужно взять, вызвать где-то метод, вот этот веб-аппликейшн-контекст, где-то, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. А, ну да, это же класс, все эти непотлично. Вот, ну и тут можете получить эту строку. getBin, как вот назвали, bbb, и класс он был Ну вот, как-то так. Значит, в принципе, если вы теперь все это запустите, ну че, запустим мы все это? Так, ну давайте запустим, может быть это будет не очень сложно. Сейчас какой-нибудь там. Ну а че ты такой плохой Spring подключил? Подключил какой-нибудь Spring, который есть. Так, да... Ну нет, бенес, нам кто-то, по-моему, подключал. Spring-контекст, наверное, нужен. Spring-вет, наверное, нужен. В общем, вообще ничего больше не надо. Что у нас там было? 2-3. Вот отлично. 2-3 мне нравится. Поехали. Попытку, наверное, на следующую. Ну и че? Где она че спустилась вообще? СССР там никто не запустился. GlassFish? Ты ж господи. Че все так сложно? Нет каких-то там серверов попроще. Мы же вроде в прошлый раз на тамкате делали, да? Да, я тоже думаю, куда делся мой тамкат. Потому что если мы GlassFish, я буду заставить работу, я буду долго вспоминать. Ну ладно, вовсе. Короче говоря, если бы мы его запустили, то у нас бы там... Вот. Ну, в общем, короче говоря, он у нас возьмет, найдет этот соответствующий контекст, возьмет соответствующую там строку из вот этого самого контекста, да? Ну и благополучно нам ее покажет, если бы все это было бы хорошо заработано. Ну вот, соответственно, как-то так бы все это было бы дело было. Ну, то есть, обычные эти самые серверовулеты Spring таким способом интегрируются. В целом, это как-то 50-50 работает. Ну, в общем, жить можно. Значит, другой вариант, это сделать в Undertale. Undertale, как вы понимаете, WeboxML сам по себе не поддерживает, но там можно сделать вот такое вот красивое описалово. То есть, если мы возьмем, сделаем вот такое красивое описалово. Ну что, возьмем кого-нибудь. У нас же есть где-то тут Undertale. Вот мы его тут даже как-то запускали. Вот, да, тут конструкцию запускали. Ну, соответственно, по аналогии мы можем запустить все то же самое, что мы только что делали. Описываем при помощи... При помощи кода в нашем самом классе Undertale. Значит, что здесь у нас происходило? Ну, вы помните, да, что мы создавали объект DeploymentInfo, в котором мы описывали практически все то же самое, что мы описывали в нашем WeboxML. То есть, мы описывали, какие слушатели у нас где висят, какие сервулеты у нас где находятся, ну и прочие-прочие интересные штуки. Как вообще все это называть? Да, ContextPath, что это находится в этом самом MyApp. ResourceManager у нас был еще зачем-то. Значит, если мы хотим создать этого самого листнера, мы пишем AddListener, Listener, и пишем класс вот этого самого листнера, которого мы здесь писали. Ну и, соответственно, если нам понадобился какой-то сервулет, мы пишем сервулет. Может, не был какой-то сервулет? А, MessageServerlet, отлично. Вот. Ну, вот, соответственно, у этого MessageServerlet у нас будет контекст, взятый, взятый, взятый. А, откуда у нас будет брать контекст? Интересно. А, то есть он хочет, чтобы мы положили ему в папочку WeboxML. Очень интересно. Ну, давайте попробуем. Так, вы вообще понимаете, что я сейчас сделал? Зачем я сейчас буду создавать папочку вебинф? Я что-то потерялся. Ну, короче говоря, я пытаюсь все то, что я там хотел сделать с этим, как он назывался, с GlassFish, точнее с тамкатом, которого не было, я хочу все это сделать на Undertale. Значит, я беру, переписываю всю вот эту самую штуку, которая здесь написана. По сути дела, на код в Undertale, то есть вот он. Да? А, понял. И у меня есть тут контекст loader listener, то есть тот listener, который при запуске вот этого самого Undertale и создании контекста для нашего вот этого самого контейнера, диплоймента, для нашего этого самого сервера, создаст нам Spring. Но Spring он должен создавать из чего-то, то есть Spring, который соответствует чему-то. Значит, нам нужно где-то описать конфиг для этого Spring. По канону, да, Spring и его веб-файлорка все, что… то есть описание этого самого Spring должно лежать в файлике вот этот application-контекст в папочке WebExML. Ну, соответственно, мы можем писать его тут, а можем, кстати… а знаете, что мы можем? А мы можем… мы можем сделать круче. Мы можем… мы можем… мы можем… где-то на этом был… Во! Мы можем создать свой application-контекст ручками, аннотациями. Можно так делать и давить. Да? Вы же понимаете, что мы можем… xml-то вообще не использовать, создать свой application-контекст. И листинеру вот этому самому… передать application-контекст. Поскольку вот этого метода листинера, на самом деле, есть еще один параметр. Ну, давай. Ты же знаешь, что у него… Это instance-factory. То есть, на самом деле, мы можем сказать, что, чувак, мы тебе передадим… мы тебе скажем тот контекст, который ты хочешь создать. Делается это вот примерно так. А, да, скобочек-то здесь многовато. А тут маловато. Вот. Значит, и вот теперь у нас этот message servlet будет использовать тот самый контекст, который мы вот здесь получили из вот этого нашего fashion-конфига. Так, Spring Boot нам, наверное, здесь не нужен. У нас там какой-то другой класс path. Так ведь? А, ну пусть будет RustAnkin. Больше, больше не меньше. Вот. И теперь, и теперь, когда мы… Если мы все это запустим, у нас создастся вот этот самый application-контекст. Тут он ему передастся вот этот контекст loader-listing. И, соответственно, внутри нашего самого servleta, да, где в этом message servlet, вот, значит, где-то внутри нашего servleta мы сможем этот контекст получить. При помощи вот этого самого, самого славного метода, который я где-то уже показывал. Вот этот. И как только мы его здесь получим, у нас из этого контекста будет доступно все что угодно. То есть мы знаем, что в этом контексте лежат все вот эти бины, но захотим получить questions-down. Мы можем получить questions-down. Ну, пускай будет где-то questions-count. Вот. Ну, в общем, короче говоря, теперь мы можем внутри любого нашего servleta получить любой… то есть все, что находится внутри нашего этого самого контекста. Так, ну что, хотят попытаемся запустить? А то у нас что-то как-то сегодня вообще ни одной запущенной программы пока. Даже как-то обидно. Так, что там в AVM? Аааа, хотите сказать, что MersetGlassfish все занял. Что нам стоит там поставить? Можно просто поменять порт. Вот. Значит, теперь мы хотим обратиться к нашему месседжеру servleta, который… ну, который просто висит и слушает все наши апы. Какого-то. Что? Что? А, ну вот теперь все так. Значит, вот она выбрала, что у нас там три самых попалось. Так, ну что, все поняли, что здесь происходило? Чуть немного смутно. Ну, в чем именно смутно? То есть у нас есть этот самый deployment.info, то есть то же самое, что описывалось веб.xml, то есть описание какой-то штуки, которая рассказывает, что надо, собственно, деплоить. А деплоить нам надо сервлет. Вот, собственно, сервлет у нас, как вы видели, есть. Значит, сервлет у нас есть, но мы хотим, чтобы еще был Spring. Значит, если мы этим Spring, мы взвешиваем специального объекта под названием контекст loader listener, который создаст нам Spring, то есть создаст нам контекст Spring и привяжет его к вот этому самому сервлет, контекст нашего сервлета. Значит, для этого мы, собственно, сделали вот эту штуку. Создали Spring контекст, который мы хотим увидеть, и передали контекст listener, этот самый объект контекста, чтобы он был доступен. Теперь, если мы хотим получить объект этого контекста, мы должны здесь вот в этом самом месте сервлета из сервлета контекста его вытащить. На самом деле это просто какой-то атрибут сервлета контекста, но у Spring есть специальный статический метод, который позволяет вытаскивать этот контекст из нашего контекста сервлета. Вот мы его вытащили, и дальше мы с ним работаем, как хотим. Окей? Да? То есть теперь мы можем получить все наши бины, как мы это делали в прошлый раз. Понятная идея? То есть наша задача — зафигачить Spring в контексте сервлета? Да, наша задача, и с этой задачей справляется вот этот самый listener. Вот он. Понятная идея? Но, вообще говоря, я не знаю. Я думаю, что вам это все не понравилось, мне тоже все очень не нравится, все это как-то грустно и печально, и вообще, где мой любимый автоварик, почему я бины должен вытаскивать ручками из контекста, что вообще за нафиг, как так можно жить, как так можно делать, то есть что вот это такое. Опять какие-то приведения типов непонятные. В общем, никакой радости. Ну да, с высокого уровня на низкий переходить не круто. Ну, то есть как-то... То есть, вообще говоря, хорошо было бы, если бы мы здесь написали автоварик, questions.dao здесь написали, и все бы у нас сразу работало. Тут тоже писали, в общем-то, какие-то сложные, непонятные вещи. Ну, ерунда какая-то. Вообще сервер какой-то запускали. Что за ерунда? Мы же знаем, что Spring может и серверами рулить. Ну, в общем, короче говоря, кому все это не понравилось, кому все это было очень грустно и печально, есть специальная штуковина под названием Spring Boot. Вот она. Значит, Spring Boot — это, короче, штука, которая от всего этого ужаса всех нас избавит. То есть, она всю вот эту низкоуровневую хреновину с контекст-лодерами, она, короче, сделает за нас. Нам нужно лишь... Ну, нам нужно лишь на самом деле много чего можно сделать. Просто новые вкладочки. Вот Spring Boot. Ну, вот, короче, как-то так. Тра-ля-ля-ля-ля. Он имеет там CAD, JT, Undertow, вообще всё-всё-всё-всё-всё-всё. Варфайл можете не использовать, хотите использовать-не использовать. Вот у него есть там reference-документация, у него даже где-то открыто. Вообще страшно. У него есть очень порадовавшая мне штука под названием Start Spring.io. Это, короче, программка, которая сгенерирует вам проект Spring Boot. Вы создаёте и название проекта, там, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Если хотите какие-то более интересные подробности, где-то есть. А, вот, full-version. Галочка, в которой вы можете сделать себе поддержку чего хотите, включая там всякие вадины, мобайл, ресты, gpa. Ой, я даже слов таких не знаю. Вот. И он вам сделает готовый проект со Spring Boot. Ну, в общем, смешная штука. Ну, а на самом деле можно всем этим не заморачиваться, и Spring Boot можно легко подключить просто как зависимость этого самого Мавина. Итак, мы чё, новый проектик? Ну, значит, поехали. Значит, мы создаём новый проект под названием Spring Boot. Значит, да, там, в общем-то, много всяких разных рекомендаций на тему того, как именно надо создавать эти самые проекты через Spring Boot. Вот. То есть, если вы там откроете, да, там много способов. Но я для себя нашёл, может быть, не самый правильный, но, мне кажется, самый понятный. Это просто добавить Spring Boot в зависимость Мавини. Правда, она там такая сложная зависимость, поэтому придётся написать ещё теперь на DC Management. Вот. Значит... Извините. Вот. Сюда мы подключили этот самый Spring Boot. Не знаю. Наверное, Spring ему в зависимости спринга какие-то базовые у него... Ага. Вот оно как. Сукунемся в зависимости. Ну, прекрасно. Значит, теперь мы можем создать класс конфигурации. Что-то мне сегодня не ведёт с Мавиной. Значит, короче, мы создаём какой-то класс. Мейн. И... Ну, вот самый пример. Значит, человек представляет собой этот класс. Класс — это Spring Boot конфигурация по совместительству веб-сервер, по совместительству всё. Всё-всё только надо. Значит, помните, да, этот configuration означает, что этот класс является Spring Boot конфигурацией. Enable after configuration... Ну, в принципе, это пока можно не писать. Пока, в общем, не важно. Там пригодится. Значит, компонент Scan означает, что он просто найдёт все компоненты, которые есть в том же пакете, что этот объект main. Сервлет компонента Scan означает, что, если он найдёт все эти компоненты в сервлеты, то он их, как бы, тоже будет использовать. Ну, и Spring Application Run main class — это, собственно, создать на основе этого конфигурации Spring Context. Ну, и, соответственно, запустить это всё как веб-сервер. Значит, что мы хотим дальше? Дальше мы хотим, собственно, писать какие-то бины Spring Rocks, как обычно. Что мы там, сервлет хотели написать? Ну, давайте возьмём сервлет. Есть у нас сервлет. Ну, что, сойдёт здесь сервлет? Сойдёт здесь сервлет. Берём. Берём сервлет. Поставили сервлет. Да. Нет, такой сервлет мне очень нравится. Ему надо написать всё-таки по какому уровню его оттеплоить. Так что давайте спишем откуда-нибудь эту полезную информацию, чтобы, знаете, вообще этот сервлет искать. Отлично. Вот. Такой сервлет мне нравится. Вот. Значит, теперь мы делаем его компонентом. Вот мы сделали его компонентом. Ну, собственно, теперь, значит, наш этот Spring Boot сервер его должен найти. Прекрасно. Нам осталось только чё. Нам осталось только... Не знаю, почему подумал, что у меня это работает, а тут нет. Где эта папка? Отлично. Ну, чё, чё пошло не так? Эльмор с конфигурацией, по-по-по, по-моему, бить. А, даже пошло лучше. Да, видимо, без этой штуки он сам не захотел работать. EnableAutoConfiguration означает, что он там многие всякие сервера и прочие штуки настроит просто в зависимости от того, чего у вас есть в класс PS. Вот. Ну, видимо, чтобы дополнительно это не настраивать, можно здесь написать EnableAutoConfiguration, и он у вас этот встроенный сервер сам себе найдет. Значит, теперь у нас есть этот порт 8080. Так, вот тут у нас ничего нету. У нас был сервлет по адресу newserlet. Вот, newserlet у нас есть. Соответственно, Spring Boot просто делает скан класс PS, который вы ему сказали. Ну, или, не знаю, можете не делать класс SCAN, можете просто указать конкретно. Нашел все сервлеты. Да, в частности, вот этот наш сервлет. И просто его задеплоил. Соответственно, если мы здесь создадим какие-то другие компоненты, да, там, не знаю, какой-нибудь Java класс. Ну, не знаю, там, mybin. Создали компонент mybin. Ну, не знаю, пускай у него будет какая-нибудь функция. string for которая будет делать etero for Вот мы его создали. Теперь мы взяли и захотели в этом самом нашем сервлете, например, его использовать. Взяли и написали mybin bin ну, а второй, как обычно. Как мы, собственно, хотели. Так, компонент мы вам написали, не написали. Включим компонент. А, ну, да. Давайте мы его пункт используем, что ли. Ага, ну, собственно, bin full чипа, поехали. Пожалуйста. То есть, подключили bin, получили сервлета. Соответственно, таким образом, вы можете здесь использовать все, чего хотите, все, чего угодно. То есть, строить иерархии каких-то классов, там, связывать, что с ним хотите. Сервер у вас выглядит очень просто. Бегаете сервер, то есть, бегаете спинговский конфиг, пишете, что он ищет все сервлеты, их использует, ищет все в ClassPass'е, автоматически находит себе сервер и прочие штуки, ну, и, собственно, запускается. Ну, и, как бы, вот. Все. Все работает. Можете добавить какие-то еще более сложные бины. Вот так. Никаких веб-серверов, никаких там сборов варфайлов, никаких там отдельных гласфишей, там, катов и прочего-прочего, ничего нет. Просто так вот все запускается. То есть, все то, что мы там делали страшные вещи, да, по поводу, вот, вот, этих контекстов, то, что мы тут, вон, пихали в сервер. Все это где-то происходит, там, под капотом, но мы ничего этого не видим. Все сделано за нас, все работает, в общем, прекрасно. Можете писать, можете любой, любую вашу идею оформить, создав вот этот самый класс, и дальше просто связывать бины какому угодно, писать любые серверы, которые хотите, и все будет просто работать. Understand? Да, вот у меня вопрос, зачем мы там, мы там в бине написали, что, этот, аннотацию бин, да? Нет. А, нет, компонент. А зачем? Тут же можно было, по-моему, без этого. Ну, если, по-моему, писали, не написали, аннотацию компонент, он его не нашел. То есть, Spring, когда мы пишем компонент scan, означает, что он найдет все классы, у которых есть аннотация компонент, и запилит из них бины. А, окей, окей. Здесь мы этого не написали, то как бы он его не найдет. То есть он скажет, что, а я не знаю, что это такое. Но мы могли... Да, вот он тут, большой-большой stack trace. То есть он просто не нашел. В принципе, можно было бы создать его ручками. Поскольку class mine у нас является конфигурацией, мы могли бы здесь написать какой-нибудь там mybin и здесь нам понадобится аннотация bin. С этим образом мы бы указали контексту, что объект mybin это, в общем-то, просто объект, но если мы хотим сделать из него bin, то мы где-то должны об этом сказать. Ну, например, тут можем сказать получили bin тут. Ну, вот как-то так. Но поскольку этот, если вы будете все бины здесь писать, то, в общем-то, половину радости от всей этой неявной работы Spring вы не увидите. Ну, вот. Еще вопросы? Ну, они вроде красиво сделаны, однако, по сравнению со всякими undertold, там, сервлетами. Ну, вот это, собственно, сковорневый подход. Ну, правда, на самом деле, еще, короче, если мы выпилим сервулеты и заменим их на этот Spring MVC контроллер. Ну, благо, на самом деле, сейчас это не трудно сделать. Вот, я думаю, что я вам в будущей будущей слова уже насчет забывать. Ну, короче, в следующий раз я вам более потом расскажу про Spring MVC. Но, здесь даже все, в принципе, очень просто. Вы бегаете, создаете класс, да, вот у меня это называется MyMVC. Да. Создали класс MyMVC. Добавили к нему аннотацию контроллер. И теперь, соответственно, ваш вот этот самый сервер, который мы здесь описали, рассматривает этот объект тоже как бин. Но не просто как бин, а как бин с Spring MVC, отвечающий на всякие запросы. То есть, мы сейчас запустим. Hello World. Соответственно, он у нас там висит на орле. Запроси something. Ну, то есть, вместо серверов можно писать более такие лаконичные штуки под названием контроллеры этого Spring MVC. Ну, про то, что умеют контроллеры, это как бы отдельный разговор, но, в общем, логика такая, что вот имеет этот самый Spring Boot. Вы от всех тех ужасов, которые я вам сегодня пытался с пряменным успехом рассказать, вы как бы избавляетесь и просто пишите на обычном Spring, пишите бины. Некоторые бины из тех, которые вы пишете, отвечают на HTTP-запросы. Соответственно, ну окей, этот самый Spring Boot даст им сервер, который, с помощью которого наши сервлеты и контроллер будут отвечать на HTTP-запросы. А внутри у вас там будет свой какой-то бульон из бизнес-логики и тому подобного. Ну, вот как-то так. Так что, если вы долго смотрели на Java и ужасались от того, как все сложно, вот вам пример того, как на самом деле в крайнем счете вся эта сложность собирается в весьма простую лаконичную концепцию. Это приятнее выглядит. Да, это приятно выглядит. Ребята из Spring постарались. Теперь вы можете вообще не думать про все эти сервера, все у вас есть. И самое прикольное в этом Spring Boot в том, что, если вам вдруг понадобится подумать, замутить там какой-нибудь этот сложный контроллер со сложными, ну, в смысле, на сервере задеплоить в варник, вы можете все это собрать в варник, и это все тоже там будет работать. Поэтому он не только очень такой простой в использовании, он еще и очень мощный этот Spring Boot, там все можно настраивать, можно в гиплоге куда хотите. Так что вот, как-то так. Можете начать что-нибудь писать на Java под Web, благо сейчас это просто. В следующий раз мы можем пообщаться на тему Spring Boot более подробно, и тогда будете обладать всей мощностью, всей мощью, всей мощью. Ну вот, надеюсь, что я вас не очень утомил, не очень взорвал ваш мозг. Но вы негодяи, вы мало комментировали, и, в общем, без Федоры скучно. Вопросы, предложения? Ну, в следующий раз будет там VC, да? Да, в следующий раз будет VC. Вообще, его не очень любят на VC. На самом деле, не такой няшный, как сейчас показалось. Он там имеет с собой много всяких каких-то совершенно неочевидных вещей. Вот, но да. Что няшное, по вашему поводу? Ой, не знаю я, что няшное. скалатор няшное. Есть такой скаловский фреймворд по названиям скалаторы. Кстати, будем мы или нет? Чего, скала? Ну, можем в принципе, но давайте как бы сначала с Spring MVC закончим, потом как минимум раз поговорим про юнит-тесты, и в том числе про юнит-тесты Xspring MVC. И в том числе про юнит-тесты просто Xspring. А дальше, ну, не знаю, хотите там про хибернет, можем про хибернет, хотите про скалу, можем про скалу, хотите, не знаю, там про... Чего еще? Много чего хочется. Ну, окей. Ну, чё? Алекс, что ты хотел сказать? Просто там часто считается, что в техник таймсе и на хаблет, точнее, чаще, на скалу многие ругаются, что она там кривая, сборщик у нее кривой. Реально так все страшно или нет? Ну, я не знаю, все ругают. Все кривое. А, есть два типа языков? Одних никто не пишет, другие никто не ругают. Да, 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 одни кривые, а других никто не пишет. Ну, нет, я тоже иногда ругаю скалу. Да, скалу... Ну, сборщик СБТ в последних версиях вроде починили, стал нормальный. До версии, что-то там, 0.13, я, например, тоже его дико ругал, говорю, что это совершенно психотеретическая штука, сейчас вроде ничего, допилили. Некоторые синтактические конструкции скалы мне тоже очень не нравятся, я считаю, что имплициты плохо сделаны. Мне нравится Котлин, я на него возлагаю большие надежды и... Да еще раз. Котлин. Язык от компании JetBrains. Угу. Они... Говорят, история такая, что они писали, когда они пытались написать плагин для скалы, для этого, для идеи, они пришли к выводу, что скала настолько замороченный язык, что написать для них нормальную идея просто невозможно. То есть, в общем, это свой язык? Да, они решили, что... Но, с другой стороны, многие идеи им очень понравились, они решили, что мы напишем скалу, но такую нормальную, для которой можно написать нормальную идея, которая не будет компилироваться по полдня, которая будет ток. Им написали Котлин. И, с моей точки зрения, они, в общем-то, ну, в общем, очень похожи на то, что я бы хотел выпилить из скалы, они из нее выпилили, и, в общем, получилось норм. Но, как обычно, да, боюсь, что тут сработает, опять же, то же самое правило, что есть кривые языки, языки, на которых никто не пишет, и что на Котлин не взлетит. А что вообще стоит посмотреть материал по поводу этого языка? Эплского, как он называется? Свит или? Свифт? Свифт, который тут Apple запенсорсил. Да-да-да-да. Ну, я хочу, я все время вот жду чего-нибудь, что заставит меня покотить на Свифте, может написать для своего макоса что-нибудь. Но мне, да, у меня есть макос. У вас же нету макоса? Как вы будете писать? Нет, то есть он прикол, официальная. Нет, Макс, там все веселее. Официальная поддержка Linux. Ну, вы же понимаете, что такое официальная поддержка Linux от Apple для фреймворка, ну, для платформы, которые они переделили для своих маков и айфонов. Ну, то есть... В любом случае, виртуалка, образ мака и Xcode, короче. Все. Ну, я не знаю. То есть, я думаю, что если вы еще не посмотрели Go и Rust, то посмотрите сначала на них, а Свифт от вас никуда не денется. Ну, ладно, тогда... То есть, если вы там претесь по всяких новомодным язычкам. А так, кстати, можно посмотреть Skull, потому что, на мой взгляд, Свифт очень нехило... То есть, они вроде как это отрицают, но, по-моему, Свифт это просто... Они взяли Skull и сделали ее компилируемую в LLVM вместо GVM. И назвали это Свифт. Потому что от Skull там очень много чего взято. А LLVM это... Low Level Virtual Machine. А, понятно. Ну, короче... А, Пасхали, что вы посоветуете? А? А что вы посоветуете посоветуете тогда? Читать? Да. Хорсман... Хорсман хорошая книжка, переведена на русский. Вообще не... отличная книжка и при этом неплохо переведена и вообще всяческая добрая. Хорсман. Хорошо тогда. Так что... Ну так, ну ладно. Значит, вы, как я понимаю, к Skull склоняетесь? Да. Ну, окей. Ну, в общем, вот так. Как-то так. Будем надеяться, что вы хотя бы частично были довольны сегодняшним мероприятием. Да, спасибо большое. Это было полезно. Спасибо большое. Да. Ну, ладно. Давайте тогда где-нибудь до следующей недели. До свидания. Продолжим про Spring MVC, а дальше посмотрим. Ну, ладно. Всем спасибо. Всем удачи. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok